Смотрите, с сегодняшнего дня. Для того, чтобы ввести в Россию демократию, должны быть выполнены определенные условия. Должна быть, во-первых, победа Украины в этой войне. Этот режим должен быть побежден. Должно быть признание национальной вины, так как это было после Второй мировой войны, когда немцев заставили признать это национальное вину. Но мы можем представить себе следующего пост Путина, который, как немецкий канцлер в Варшаве, встанет на колени в Вуче, в Рапине, в Харькове, в Киеве, во всех странах, где были русские танки. В Будапеште, в Праге, в Вильнюсе, в Тбилиси. Сложно себе это представить. Это не царское это дело. Если царь становится где-то на колени, он не настоящий. А должен быть Нюрнберг. Все, кто замазан в этой войне чудовищно, должны быть наказаны, должны получить наказание. Нюрнбергский трибунал устроили оккупационные власти. Кто оккупирует Россию, чтобы устроить Нюрнберг над всеми военными преступниками? Кто будет проводить? Кто будет судить их? Вот эти судьи? Кто будет сажать их в тюрьму? Вот эти полицейские, военные? Этот режим замазал всех. Всех замазал. Всех государственных служащих. Всех учителей. Директора музеев, директора библиотек, ректоры университетов, режиссеры театров. Они тоже должны быть в процессе? Они же все подписали письма в поддержку специальной военной операции. Они стали военными преступниками. Но они должны быть тоже судимы? Они, безусловно, должны быть судимы. Вопрос стоит другой. Будут они судимы или нет? Будет такая иллюстрация или нет? Реально это или нет? Кто будет их судить? Очевидно, что этого не будет. Страна не может сама себя посадить в тюрьму. Она и так уже сидит в тюрьме. Смотрите, должны быть свободные выборы. С чего должна начаться новая Россия? Со свободных выборов. Кто будет проводить свободные выборы? Кадыров будет проводить свободные выборы? Кто фальсифицировал выборы при Путине? Сотни тысяч учителей. Потому что все эти выборы были в школах. Они все участвовали в этой фальсификации. Значит, теперь свободные и честные выборы будут проводить вот эти сотни тысяч людей, которые на самом деле уже являются преступниками? Получается, нет шансов. Нет критической массы, которая бы выступала за демократию. Из этих трех условий, четырех, мы можем надеяться только на соблюдение первого. Что Украина победит в этой войне. Вы говорите, что ни один из будущих правителей не признает. Вину национального покаяния тоже ждать не стоит. Нюрнберг невозможен. Таким образом, мы опять будем по вот этой одной рельсе, монорельсе вперед-назад двигаться. А кто победит на свободных выборах? Значит, приедут замечательные люди, оппозиционеры, оппозиционные политики из эмиграции. Михаил Кондарковский, да, Гарри Каспаров. Что они будут говорить? Давайте мы построим демократию. Это уже настолько дискредитировало себя слово в 90-е годы, что люди скажут, не-не-не, нам не нужно, мы уже знаем, что это такое. Или выйдет из тюрьмы там Стрелков Гиркин и скажет, нас опять унизили, мы проиграли войну, да, опять у вас будет хаос. Нет, давайте я вам устрою порядок. За кого люди будут голосовать на свободных выборах? Все эти знаменитые, проклятые русские вопросы, что делать, кто виноват? Все эти вечные русские вопросы были вечными русскими вопросами только для читающей публики. 150 миллионов крестьян, которые не умели ни читать, ни писать, для них главный русский вопрос был, есть и, я боюсь, будет царь настоящий или ненастоящий. Понимаете, если царь настоящий, значит будет порядок. Если царь ненастоящий, будет смута. Никто не хочет смуты, все хотят порядка. Как определить царь настоящий или нет? Только одним способом победы, только победоносный царь настоящий. Вот Сталин мог убивать своих миллионами, да, но при этом у него была эта победа. До сих пор его в населении любят настоящий царь. Горбачев, столь любимый здесь на Западе, проиграл холодную войну, проиграл войну в Афганистане, его презирают до сих пор, он ненастоящий царь. Ельцин это понял в 90-е годы, когда началась анархия, ему нужно для легитимизации, вот это единственная легитимность в России, победа, да, никакие выборы. Ему нужна маленькая победоносная война. Генералы сказали ему, мы возьмем Грозный за три часа. Первая Чеченская война, позорная, была проиграна. Ельцин никакой не царь, Борька Алкаш. Значит, следующий царь для того, чтобы добиться легитимности, должен был добиться победы в этой войне. Помним, как начал Путин с того, что стал взрывать своих собственных людей в Москве, да, эти дома. То есть, он с самого начала был уже военным преступником, объявив войну своему населению. Первая Чеченская война была сплошным геноцидом. Но он стал легитимным царем. Вспомним потом аннексия Крыма. Население счастливо. Крым наш, Крым наш. У нас настоящий царь. Это же нужно все время доказывать свою легитимность новыми победами. Генералы объяснили ему, мы возьмем Киев за три дня. Мы знаем, чем все кончилось. Если бы он знал, чем кончится, он бы, конечно, эту войну не начал. Потому что все эти бля-бля про расширение НАТО, это все для пропаганды. Но он теперь не настоящий царь. Вспомним Пригожинский мятеж. Все замерли 400 километров, 300 километров, 200 километров. И революционная ситуация. Никто не вышел защищать Путина. Потому что он не настоящий царь. А вот идет уже настоящий вроде бы царь. Помним, как его встречали в Ростове цветами и мороженым. Россия готова для нового царя. Но русский царь еще не готов для России. И помните, когда началось полномасштабное вторжение, во всем мире были гигантские демонстрации. Никто не мог понять, а почему в России выходят на улицу только одиночки. Где теперь эти одиночки? Они или в тюрьме, или должны были эмигрировать. Объяснение было, что люди боятся. Это стратегия выживания поколений. Молчание. Как у Пушкина, Бориса Годунови. Народ безмолвствует. И вроде бы это объяснялось страхом, но потом была мобилизация. И мы видели, как тысячи, десятки тысяч людей идут убивать украинцев и быть убитыми. Это уже не имеет ничего общего со стратегией выживания. Это что-то совсем другое. Это глубже, страшнее. Понимаете? Мы живем в 21 веке. Человечество от коллективного племенного сознания перешло к индивидуальному сознанию. Только я сам несу ответственность за главное решение моей жизни. Что есть добро и что есть зло. И если я вижу, что моя страна, мой народ совершает зло, я буду против моего народа и против моей страны. Но большинство России живет в прошлом. Помним, да, что Бодров сказал в интервью, которое без конца крутили по российскому телевидению. Если моя страна в войне, я буду с моей страной, с моей армией, даже если эта война неправильна. Вот что у людей в голове. Они идентифицируют себя с этой страной. Режим это использовал всегда. Мой отец пошел защищать родину. Он защищал не родину, а защищал этот режим, который убил его отца. Вот мой дед погиб в ГУЛАГе. И потом он всю жизнь, мой отец, идентифицировал себя с этой победой. Да, мы освободили Восточную Европу от фашизма. Ему невозможно было объяснить, что вместо одного фашизма они принесли туда другой фашизм. Нет, это невозможно. Мы хорошие, это они фашисты. Как объяснить людям там, что они фашисты? Понимаете? Здесь очень часто на Западе люди думают, что в России все дело в пропаганде. У них нет альтернативных источников информации. Но это не так. Все эти годы в России было и эхо Москвы, и телеканал Дождь. Если ты хотел послушать другую правду, ты мог без проблем ее найти. Но вот представьте себе, вот здесь две правды. А вы, да, родители парня, который погиб в Украине. И одна правда будет. Ваш сын фашист. Украинцы хотели построить новую жизнь, идти в Европу, строить демократию. Он туда пришел убивать украинцев. А вы, родители фашиста, стыдитесь. Или другая правда. Ваш сын герой. Американцы, да, ведут против нас войну, хотят нас уничтожить. Используя для этого украинских нацистов. И он пошел туда защищать нашу культуру, наш язык. Он пошел туда защищать Пушкина. А вы, родители героя, гордитесь. Вот как объяснить этим людям, что им совершенно нечем гордиться? Это очень сложно. Продолжение следует...